Ребят, всем привет! Как обычно, с вами Андромалик. Сегодня продолжаем случайные игры на моем планшете. Теперь я буду закрывать глаза и случайные игры будем играть. Все, я закрываю глаза. Только вот сначала выключим Wi-Fi, чтобы там, если реклама попадется в той игре. Дальше кручу вниз и говорю, там ряд, первый ряд, четвертая игра. Вот я говорю, открывая глаза. Это не считается, тут не видно. Вот раз, два, три, четыре, четвертый, первый ряд, четвертая игра, вот она. Это у нас Мороженщик Онлайн, мультиплеерная игра, кстати, ребята. Многие не видели, но это новинка, это новинка. Давайте играть. Я могу быть как попасться, как и ребенком, который убегает от Мороженщика, так и Мороженщиком. Если что, я до этого два раза играл в эту игру и каждый раз я становился Мороженщиком. Так что, может быть, и на этот раз мне повезет. Я вообще, как ребенок, хочу поубегать уже. Мне Мороженщиком надоело тут бегать за ними. Я их всех ловил, кстати, и побеждал. Мороженщиком довольно легко играть, мне кажется. Поиск игроков. Ждем. Сейчас наш фургон с мороженым едет и ищет новых детишек, которых мы будем морозить. Да. Поиск. Вот, кто я? Я обычный пацан с такой челкой большой. А Сэг Мэджик, это у нас будет Мороженщик. Ну что ж, давайте посмотрим, смогу ли я убежать от Мороженщика вместе с моими напарниками. Три против одного. У нас две жизни есть. Если он один раз меня заморозит, у меня есть еще второй раз. Ему надо два раза это сделать. Ну что ж, мы выбрались мы из клеток, и нам надо unlock garage door and repair the one escape. Нужно, значит, открыть гаражные ворота и подремонтировать сам автомобиль. Ой, он уже сразу сюда прибежал, прикиньте. И заморозил, вон, девочку. И меня. Ну он как-то вообще круто, быстро играет, вы видели, да? Прибежал к нам мгновенно, заморозил сразу. Так, чертежи. Нужно три предмета сюда. Чтобы заморозить. Три предмета, чтобы, да, не заморозить, а чтобы сделать. Так, а он там того мальчика на такую. Это он, походу, не играет, мальчик тот. Он стоит там на месте, он его заморозит, сейчас и убьет. Или что там, заморозит, что-то еще сделать. Я не знаю, что там происходит. У меня ID какой-то появилось в руке. Можно вниз здесь идти. А что девочка делает, я не понял. Ты что стоишь-то тут? Где она стоит? Только что ж тут было. Вот она. Ну ты что делаешь-то? Ты играть будешь? Она уже видит, что один игрок, наверное, проиграл, и типа вышла с игры. Погнали. Погнали. Во-во-во, карточка, бери. Кто-то ходит, слышите? Это, походу, мороженчик ходил. Я буду вот так вот ползать, меня не увидят. Ну короче, я уже не выиграю, потому что никого нет, я один остался. Но у меня есть вот что-то куда-то надо использовать. Трансформатор. Ага, трансформатор нужно сюда к оружию принести. Так, поставили. А он меня не увидел. Видели только, что мороженщик был тут. Так, ну я могу его выиграть в игре в этой. Так, я его выиграл в этой игре. И так можно бесконечно выигрывать. Он просто твое время забирает. Пока мы в эту игру играем. То есть... Ну давай, морозь мне. Перфект, перфект, перфект. Ну, неинтересно, конечно, я уже проиграл. Но мы просто можем посмотреть механику игры. Что да как. Вот. На этой машине, короче, надо убежать отсюда. А где мороженщик делся? Он же тут был. Он меня заморозил. А, он типа вниз упал? Или что? Куда он делся-то? Сейчас снова прибежите сюда. Вот что осталось от того ребенка. Так, а тут можно что-то открыть? Вот тут он мороженое берет свое. Я провалился. Тут странно, звуки в игре сделаны. То есть ты себя не слышишь, как шагаешь. Но если ты шагаешь, тебя слышно. Так, бензин я нашел, канистру. Вот если бы мы все были живы, мы бы могли нормально... Мы бы победить могли. О, тут можно говорить. Let's go. Что-то я взял мороженое какое-то. А зачем мне мороженое? Непонятно. Тут можно еще ниже? Нет. Короче, нашел мороженое. А для чего, непонятно. Вот здесь точно, наверное, он не пролезет. Потому что здесь дыра маленькая. Здесь вот мороженщик не пройдет. Револьвер какой-то тут можно взять. Нужен ключ, чтобы взять этот револьвер. Еще много всего. Ладно, поиграли. А то очень долго, 7 минут. Я же говорил, по 5 минут играем в случайные игры. Первая игра была классная. Мне она нравится, на самом деле. Идем дальше. Если бы еще все игроки играли, мы бы классно провели время. А то и один, получается, остался. Идем дальше. Закрываем глазки. Закрываем глазки. Мотаем вниз. Значит, первый ряд. Шестая игра. Первый ряд. Вот он. Ну, тут виден он. Пиксель. Neighbor Pixel. Кстати, по-моему, это заказывали я еще не играл даже. Запускаем. Следующая случайная игра. А может, играл? А не, один раз запускал, походу. Play. По-моему, она мне даже понравилась. А, ну это Baldy. Baldy только в пиксельном мире в таком. Ну, давайте поиграем. О, как нарисовано красиво. Значит, 14 вроде как, да? А, минус 7. 1 минус 8. 3 плюс 7. Десяточка, ребята. Десяточка. Все. Никаких проблем. 10 баллов садись или 5 баллов. Смотря какая у вас система. Квотер. Вот он, квотер. Здесь доллары просто. Просто доллар такая. Валюта. Бумажка такая. Так, открывай. Оп. Следующая книжка. О, вам. 7 минус 4. 3. Хорошо. 1 плюс 4. Здесь у нас 0, 0, 0, 0. Отлично. Ой, что такое? А, это просто. Хорошо. Ну, все, за нами погоня. Мы идем. Проходи, дверь открой. А, бегать нельзя, чувак. Вот видите, ходит. Вот этот. Если. А, так я не в ту сторону пробежал. Я проиграл. Ну, ладно, эта игра так себе. Давайте дальше. Крутим вниз. Первая строка, третья игра. Первая строка, третья игра. Вот он. Power Rangers какие-то. По-моему, нужен Wi-Fi. Я врубаю. Вот это вот третья игра. Вот у меня еще какие-то Power Rangers. 6 лет есть, написано. А эти, я не знаю, запустятся, надеюсь. Они уже давно скачаны. Power Rangers Dash. Это что, это боевка или что, я не помню. Так, у меня валюта есть, что-то тут. Я даже не помню, что делать. Ладно, поехали играть. Музыка веселая здесь. Вот что я скажу. Плюс в игре это музыка. А, прыгать. Ой, это такая игра, прикольно. А это атаковать. Прыгать. Ломать все. Типа как Толкин Топ Голд Ран. Очень похоже. Ну, чем-то. Там, правда, атаковать нельзя. Собираем всякую ерунду. Что-то можно переделать. Вот это что за фон? Поменять персонажа? Вот, все, прошли? Прошли, три звезды. Продолжить. Что-то пока лихо. Тут можно хоть как-то проиграть? Я просто все ломаю. Можно не прыгать, походу, даже. Ну, такая игра случайно выпала, ребят. Ну, что сделать? Ну, надо играть. Давайте еще две минутки хотя бы. А то совсем мало я проиграл. Я уже хочу следующую группу поменять. Давайте потерпим 10 минут. О, 10 минут. Две минуты и все. Может, сейчас что-то интересное. Босс какой-нибудь будет. О, скелеты какие-то пошли уже. Тут вообще, по сути, даже прыгать не надо. Вот, смотрите. Ну, здесь вот только надо. Просто атакуете и все. Давайте попробуем не прыгнем здесь. Я проиграю или нет? Ну-ка. Ну, вроде проигрываю. Вроде он вниз уже падал. Скорее всего, да, надо прыгать. Это единственное, что тут надо делать. Ну, и атаковать. Можно, кстати, и не атаковать. Может быть, и так пройдем. 10 штук. Это что? О, это я роботом становлюсь. Вау. Это я кнопочку нажал. Это не надо было использовать. Это, наверное, когда я уже совсем плохо прохожу. О, две звезды все удали из-за этого. Прикиньте. Потому что я робота использовал. Да. Ну, давайте еще один уровень. Квест выполнен. О, бесконечная пустыня называется, уровень. Можете смотреть. Получается, реально бесконечно, что ли? Нет, я прошел. А что значит бесконечная? Если я взял, прошел за 10 секунд. Непонятно, короче, не понимаю. Монстры становятся все сильнее и сильнее. У них больше здоровья становится. Рано или поздно они меня победят. Пам-пам-пам-пам-пам. Давайте молча поиграю. Это все время что-то бла-бла-бла-бла. Может кому-то нравится, когда я молчу? О, внимание, что это? О, босс. Ой. 600 урона ему нанес. Ну-ка. Ракета какая-то. Еще ракета. Так, давайте роботом его. Бам-бам-бам. А я роботом, кстати, не убью его. Я думал, я сильнее буду, когда робот. Так, а куда он делся? Ага. О, усиление атаки я включил. Правда, поздно включил, когда я по нему не бью. О, стукнул. 1700 ему нанес. Давайте еще родного робота. Бам-бам-бам. 58, 48. Ну, маленький урон. 45, 43. Ерунда, ерунда урон. Лучше вот эту золотую перчатку включать. Время от времени бить его сильнее. Фантастик. Бам-бам, тысяча урона. Сейчас. Ну, у меня 100 секунд. То есть тут время ограничено. Надо его бить, бить, бить. Давайте еще одну перчатку золотую. Бам-бам. Защита у меня какая-то еще активировалась. Походу, один удар и я выиграл. 1174 у него. Да. 1500 нанес. Победа. Но это бесконечный режим. Получается, я дальше побегу, нет? Нет, закончилось. Ну, такая игрулька, ребята. Ну, такая игрулька. Кому-то нравится такое. Такие игры существуют. Но мы случайно ее... Она у нас случайно выпала. Дальше. Закрываем глазки и крутим. Давайте вторую строку, четвертую игру. Вторая строка, четвертая игра. Толкин Тонго Кэнди Ран. Только что я недавно об этом говорил, что это похоже на эту игру. У меня совпало. Видите, это просто, ну, как бы, судьба. Видите, одна игра на другую похожа. Это просто судьба, ребята. От судьбы не уйти, как говорится. Ну, что ж, побежали. Ну, эта игра в разы красивее, конечно. Она такая няшная. Тут какие-то пузырьки там. То-сё какие-то... Ну, очень красиво тут смотрят. Просто тут неинтересно играть, потому что, ну... Я не знаю. Однообразие просто. Ну, мы, как бы, собираем эти конфеты. Потом что-то там раз в пять игр сможем проапгрейдить там в магазине в своем. Который магазин продает конфеты. Где енот у нас украл все. Там оборудование, конфеты. Мы это все восстанавливаем, типа. Ну, весь сюжет. И, то есть, ты бегаешь одно и то же. Одно и то же просто. Поэтому я... Мне не особо нравится эта игра. Ну, большим вот сейчас встал временно. Сейчас закончится. Опять обычный. Во. Сейчас тут надо подкат делать, чтобы не врезаться головой. Вот. У нас две... Одна жизнь заполнительная. Это ты Анжелой бегаешь. Ну, или там еще кого-то выберешь. Поэтому одна ошибка. Можно делать одну ошибку. Собираем, собираем. Динь-динь-динь-динь-динь. Ту-ту-ту. Пригибаемся. Собираем. Я долго выживаю сейчас. Ой. Ой. Ну, реально, долго выживаю. Я думаю, я... Ай, врезался уже. Вот. Ну, еще есть жизнь одна. Давайте. Да, может, рекорд мой по количеству конфет за раз. По-моему, да, рекорд. Я столько долго не бегал никогда. У меня тут вообще хороший результат будет. Ой. Пригибайся. Ой-ой-ой. Сколько всего. Наверное, в магазине хороший апгрейд сделаю после этого. Бам. Бам. Сейчас добежим. Посмотрим, что в магазине можно будет сделать за столько конфет открытых. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Стой. Не будем тратить. Да, это хайскор. Мой четверть миллиона... Миллионы очков, получается, заработал. А что это такое? Какая-то пони. А, это за деньги покупаешь. У меня, прощественно, интернет нет. Не показывает. Нам надо вот сюда нажимать. Вот. 16 тысяч и 14 тысяч. Смотрите, сколько у нас. 9 всего. Мы даже ничего не сделаем. Так хорошо пробежали. Все равно не хватает ни на что. Ладно, идем дальше. Закрываем глазки. Крутим вниз. Третья строка. Третья игра. Третья. Ну, это не считаем. Значит, вот она. Twin Baby Life. Вот она. Третья строка. Третья игра. Загрузка Unity Twin Baby называется игра. Twin это у нас, значит, близнец. Близнецы, в общем. Twin Baby, наверное. Play. Первый уровень. Неужели я в это не играл? Первый уровень тут написано. Мне казалось, я запускал что-то такое. Ну, кто-то заказывал, я скачал и все. Так, что у нас тут? Это я, да? Так, ну, что делать? Я уже могу играть? Это мама. Ну, тут не нормальная мама. А то бывает, тут мама такая злая. Я помню, какую-то игру играл. А это моя сеструха, наверное. Так, что это? Мама идет взять бутылочку, чтобы накормить своего брата. Фидер – это вот такая бутылочка со смесью. Такая специальная соска, по-моему, называется. Правда, что она с холодильника достает? Ее надо погреть. Это малышу сразу не дают. Ты что? Тут надо, чтобы температура была 36,6, по-моему, молока. Вот это вот она делает зря. Не-не-не, так не надо с холодильника. У нее что-то с рукой еще, кстати, у мамы. Видите, у нее что-то... Рука очень как-то странно выглядит. Так, это мы смотрим. Это катсцена. Можно было пропустить. Go and get your feet from your brother or not. А, теперь мы бутылку эту возьмем, короче, в другой комнате. Так, мы очень медленно ходим. Посмотрите, как мы видим. Бам, топаем, так, бам. Можем посмотреть комнату. Телевизор, как обычно. Диван, телевизор. Это стандартное развлечение современных людей. Кухня, туалет, кровать и вот телевизор. Это все. Ничего человечество больше не придумало. О, можно бегать вот этой кнопкой. Я научился бегать, ребята. А что тут горит? Подождите, вот это что такое? Что-то я взял, короче. Не знаю, что. Так, что дальше? Так, вот он пьет. А, это мой еще один брат. По-моему, там девочка была. О май гад. Боже мой, говорит она. Это следующий уровень, наверное. Алекс, не трогай Гарри. Верни бутылочку обратно ему. Run away to the point. Так, нужно быстро убежать. Нам дается время. За отведенное время надо убежать. Быстро, быстро, беги. Бутылочку взяли. Так, это что такое? Это надо было нажимать или нет? Я что-то нажал. А, я забрался наверх. Прикиньте, можно забираться наверх. Но это мне не надо. Пошли отсюда. Погнали, погнали. Не знаю, как он забрался, но он забрался. На комод огромный. Давай, давай, давай. Быстрее. Время. 20 секунд осталось. Давай, давай, давай. Сюда, сюда, сюда. Это вот сюда, да? Throw feeder here. Все, кинуть бутылку сюда. Все, вот такая игрулька. Хорошо, дальше реклама. Идем дальше. Крутим. Давайте уже тут же низ, да? Крутим вверх. Значит, пятая строка, пятая игра. Бум-бум-бум-бум. Пятая-пятая. Секретный сосед у нас выпал. Вот он. Это что, секретный сосед? А, это новое обновление, которое, я думаю, что такая иконка странная. Это же последнее обновление вышло. Там новая карта, что-то еще добавили. Графику улучшили. Короче, полностью, может быть, все переделали, можно сказать. Улучшили игру сильно. Если ее обновляют, значит, на нее еще игроки играют. И, как бы, поэтому обновление вышло. Если бы игроков было мало, я думаю, они бы уже забили на эту игру, делали бы что-то другое. Ну, значит, тут есть. Правда, тут что-то зимний режим этот остался. Уже давно зима, новый год закончился, а тут что-то до сих пор. Ладно, поиск игры. Может быть, я, как в прошлый раз, я же попался, я был этим соседом. Да, я всех ловил. Но неудобно, конечно, ловить. Лучше я ребенком буду. А что это два чувака каких-то там странные, какие-то костюмы у них были? Непонятно. Усердная Орника. Личалама. Какие-то странные такие имена у нас тут. Ну что, ждем загрузки. Ждем загрузки, дамы и господа. Только тихо. Так, я обычный ребенок, хорошо. Найти все ключи. Открыть дверь внизу и там бежать, короче. В подвале где-то какую-то дверь надо открыть. Так, напомните, как фонарик включать. Это включить фонарик. А, вот это. Все так быстро играют, как будто, я не знаю, они тут целыми днями играют. Видели? Они что-то взяли, так бам-бам-бам, убежали в следующую комнату. Ау, есть кто дома? Темно-то как? Где они все? Наверх пошли? Тут дверь закрыта, вот еще. Нужен ключ. Никто ничего не говорит, все тишина какая-то. Пойдем на третий этаж. Будем изучать, как тут что? Коробка. Что с коробкой? Все просто взять можно, да? Взяли коробку. Это уже номер два дверь. Под номером два. Хэллоуин еще есть. Третья дверь есть. Вторая дверь. Так, что тут можно открыть? Ничего нет. Какой-то самолетик можно пустить. Надеюсь, меня сзади никто не съест сейчас. А как можно самолетик использовать? Никак? Я думал, прям какая-то фишка есть. А, я его не взял в руки, походу. Не подобрал. Так, а я тут не умру? Если упаду с такой высоты. Оп, оп. Звуки слышите? Это когда дверь уже открывают, по-моему. По-моему, кстати, этот сосед никого не ловит. Я звука вообще не слышу. Ни хэлп там, ни помогите. Ничего. Тут такое место под лестницей укромное. Тут какое-то место. Тут прям дверь можно открыть, прикиньте. И запрыгнуть, и что, спрятаться еще можно? Что это? Power Milk. Так, можно на улицу выйти тут. Почему никого нету? Я вот новые обновления в этом вижу. Постоянно куда-то все убегают. Я хожу, не понимаю, где вообще что. А они где-то бегают все. Вот я дома похожу с другой стороны. Никого нету. Тишина. Звуков никаких. Велосипед валяется. Что у нас тут? Эй, чуваки, вы где? Почему я один в игре? Мне страшно. Сейчас сосед за мной придет. Тут, кстати, больше времени дается. 15 минут. Раньше, по-моему, 12 давалось или сколько? На то, чтобы убежать. Время увеличили. Видимо, совсем никто не мог убежать. То есть, это сложно реально. Соседу у кого-нибудь украл, да? И у того чувака, например, ключ был. Он просто упадет куда-нибудь. Завалится, и никто не найдет этот ключ. Больше нельзя открыть дверь важную какую-то. Куда там? Монетка какая-то. Вообще никого не вижу. Я не знаю, как играть. Скучно, скучно. Давайте дальше. Ерунда выпала. Мне не нравится. Короче, давайте закрываю глазки. Вверх. Вторая строка, вторая игра. О, монстр, монстр сквад. Это покемоны, короче. Мы собираем покемонов. Но они не называются покемонами, потому что это запрещено использовать это слово. Это как бы, ну все. Игру не выпустят в магазине, если ты назовешь ее покемоном, словом. Потому что это все запрещено. Это миллионы, миллиарды долларов. Покемоны это очень-очень богатый, дорогой бизнес. Хотя сейчас уже покемоны, мне кажется, не так актуальны, как раньше. Но есть люди, которые до сих пор в Pokemon Go играют. А там, по-моему, в год миллиард долларов зарабатывает игра, по-моему. Не знаю, в каких странах это, но надо самому попробовать походить в Pokemon Go, да, в телефоне там карта. И таким образом немножко ногами подвигаться. Это тоже интересно, кстати. Я думаю, может... Хотя, не знаю, работает сейчас Pokemon Go, не работает в моей стране. А может, работает, кто знает. Вот, смотрите, у нас два покемона, сейчас будем сражаться. Вот так вот. Вот. Вернее, они сами сражаются. Мы можем смотреть, только смотреть, сколько у них здоровья. Вот. Победили. И бежим дальше. Тут видно, сколько здоровья. Оно, наверное, со временем восстановится как-то. Но в данный момент, видите, не восстанавливается. Если будет следующая битва, у меня птичка погибнет. У нее что-то маловато здоровья. Здесь мы видим, кого мы берем. Третий Pokemon появился. Ну что, игра, кстати, на самом деле нормальная. Она же без интернета сейчас, походу, никакого рекламы не будет. Можно играть. Вот, против другого мастера. У меня полностью здоровье только не восстановилось. Или восстановилось у всех здоровье. Непонятно. Тапаем, тапаем и уничтожаем Pokemon мастера этого. Три, пять, четыре, четыре с половиной множитель. Пять с половиной множителей очков. Даже шесть практически. Вот такой результат у нас. Looks good. Посмотреть видео можно эту ковбойскую шляпу взять. И не только ковбойскую. Так, хорошо. Открыли, что это такое. Батш какой-то, не знаю. Зачем он так. Здесь можно что-то сделать. Это множители. Миссии какие-то я, наверное, выполнил. Да, я выполнил три миссии. Даже персонажей можно тут открывать. Вот они все. Ну, наверное, покемонов можно покупать. Вот у меня шесть покемонов. И сколько еще закрытых? Ну, немного, кстати, смотрите. Сколько тут? Три, девять, двенадцать, пятнадцать, восемнадцать. Двадцать один, двадцать четыре. Двадцать пять покемонов еще можно открыть, короче. И баджи какие-то я открываю. Не знаю зачем, но что-то открыл. Ладно, погнали. Еще давайте один разочек. Какие-то сегодня игры попадаются. Некоторые очень странные. Не, некоторые хорошие, некоторые странные. Вы можете в конце написать, что вы хотите, чтобы я скачал и поиграл в следующих выпусках. И заодно оцените, какая сегодня самая интересная на ваш взгляд была игра. Что вам больше всего понравилось в сегодняшней подборке, которая была сегодня случайная, с закрытыми реально глазами. И посмотрим, понравится вам. Или лучше выбирать не случайно, а то, что вы заказываете. Вот не знаю, какой вариант видосов делать, ребята. То, что я выбираю, то, что вы выбираете. Или случайно с закрытыми глазами. Вот три варианта есть. Напишите в комментариях, что вам больше по душе. И то, наверное, и будет на канале. Ой, я нажал рекламу. Все, наверное, игра не загрузится. Так, ну что, у нас есть еще время. Давайте дальше крутим вверх. Первая строка, пятая игра. Хорс Лайф. Жизнь лошади. По-моему, она не вертикальная или вертикальная. Не помню. Я в нее играл, в эту игру. Тут музыка, да, музыка веселая. Это то, что я запомнил. Тут клиенты. Они, короче, приходят. Им надо лошадь привезти, там что-то сделать. Я уже забыл. Вот наши лошадки. Этих надо кормить, видите. Они не покормлены. Это и морковку надо кинуть. Здесь надо пшеницу им. Здесь можно места еще открывать за 500 долларов. Следующее. Тут что-то можно... Специальные какие-то легендарные лошади. Здесь можно апгрейдить. Вот. У меня денег просто нет. Сейчас что-то делать. Все потратил в прошлом видео, когда играл. 4 из 13. Сколько всего лошадей у меня может быть? 4 из 8 это другие, наверное, какие-то места. Не знаю. Здесь мы вот морковку, например, собираем. Здесь вот это все. А там бусор можно выбрать. Морковки я много собрал, потому что мне только одна лошадь, по-моему, хотела морковку. Сейчас перенесем. Можно продать, по-моему, морковку где-то еще что-то. Помыть здесь лошадей можно. Здесь можно оседлать. Подождите, а как это я в какое-то место попала? Где лошади те, которые были? Я что-то не понял, куда я морковку несу. Здесь же морковка не нужна никому. Клиенты. А, вот сюда надо зайти. Внутрь дома. Я обошел просто дом. Вот если дать, например, морковку, видите, они не хотят морковку. Только вот эта лошадь будет морковку. Все. Теперь все остальное, что я набрал, по сути, надо выкинуть, потому что у меня места нет. Вот. Давайте выкинем. И теперь возьмем просто нормально, вот побольше вот тут. Все. Теперь идем внутрь. Это вот здесь вход. И всех кормим. Белая лошадь у нас. Покормлено. Все. Справа тут тоже, наверное, лошади потом будут. Здесь что-то. Сундук посмотреть. Реклама будет. Сундук открыт. В общем, вот такая вот игра. Надо ухаживать за лошадьми, деньги зарабатывать каким-то образом. Тут лошадь что-то хочет или что? Что она нарисована? Не могу понять. Вот. Что тут лошадь-то нарисована? Мне надо выбрать что-то или что? Вот она. Новая лошадь. Окей, окей. Я увидел ее. Что дальше? Так. А что-то еще как-то лошадей новых надо? Здесь вот тренируем мы их. Видите? Тут ипподром типа такой. Мини-ипподром. Нет. Прыгать надо им. Дрессируем. Давайте просто лошадь возьмем. По-моему, когда я их покормил, их можно просто выбрать. Или нет? Ну да, вот. Берем лошадь. Она за нами. Кстати, я могу всех сразу? Да, давайте всех сразу пойдем. Помоем. Накормили уже. Что-то еще сделаем. А, только двоих можно брать, да? Ну, вот две лошади за мной идут. Ну, что мы можем сделать? Показать клиенту можно? Может быть, продать что ли? Да. Продали мы. А вот денежки. Сколько заработали? 300. Нормально. 300. Вот можно что-то еще потратить на что-то. И здесь будет получше. Ну, теперь у нас лошадей меньше. Теперь сюда заходим и покупаем новую лошадь. Вот. Либо рекламу смотреть, либо еще что-то делать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Еще две лошади. Ну, их мы продавать не будем. Давайте помоем. Вы здесь видите мойка. Я не понял, что вторая лошадь вошла в загон снова. За мной. Сюда. Пошли. Вместе. Мыть идем вас. Вот, сюда заходим. Идите, мойтесь. Во. Красота, да? Сейчас вторую помоем. Здесь можно мойку улучшить за 700. Еще лучше мыть будут их. Еще чище они будут. Денежки, кстати, заработали. Какие-то помыл и просто деньги заработал за это. А лошадь сама пошла в загон, кстати. Не надо ее везти. Она просто убежала туда вниз. Вот такая вот игрулька. Кому нравятся лошади, можете играть. Качайте бесплатно. Занимает немного места. Так что все. Ну что, ребята. Заказывайте игры на следующий выпуск. Все, читаю все комментарии. Игры заказанные. Все это я увижу. Не стесняйтесь, пишите. Также можете оценивать игры. Какие вам больше всего понравились, какие нет. Я что-то давно игры не удалял. Надо уже начинать снова удалять. У меня же места мало. Меньше 20 гигабайт осталось. Надо какие-то плохие игры будет удалять. Ну все. Сегодня более-менее хорошие игры были. Всем пока. С вами был Андромалик. До новых встреч. С вас лайк. С меня подписка. Подпишись. Не ленись. Подпишись. Не ленись. Лайк поставь и вернись.